Мир всем! Я собираю кленовый сок. Сегодня хотел поделиться, как я это делаю. На улице уже, как видно, у нас весна вовсю шагает. Сегодня обещали плюс 17, но где-то плюс 14 было точно. Снег активно тает. Я уже несколько дней езжу на лыжах, специальные охотничьи лыжи, потому что там снег глубокий. Сок кленовый идет. Будет еще идти, наверное, несколько дней. У меня, кстати, в прошлый день, вчера, сока не было. Бывают такие дни, когда сок не идет. Например, пасмурная погода, ветер сильный. Сок просто не идет. Поэтому у меня ведро и рюкзак уже там. Сейчас я покажу, как все это делается, как добывается настоящий элисир здоровья. С самого начала, когда еще было много снега, я ходил пешком. Вот тут видно уже, какой пошел поток. Вот этот поток пошел буквально дня два назад. Сначала его не было, и такое было ощущение, что прямо рыли канавы. Но на самом деле все это было не зря. Время, вода накопилась и прорвалась. Она уходит вниз, влага, вон туда, в поле и влага. Доходим до снега. Все, господи, благослови. Поехали. У меня такое ощущение, что сегодня должно быть много соку, потому что погода благоприятная. Вот уже кое-где видно траву. Но я все равно на лыжах перебираюсь, потому что там где-то есть снег в лесу. Очень глубокий, мокрый. Под низом вода, чтобы сильно не утонуть. Я думаю, все равно лучше на лыжах пока что. Потом снег, если больше сойдет, тогда уже посмотрим. Приближаемся к околочке. Тем ближе в лес, тем больше снега. Ну, это и понятно. Тут вот они, даже мои следы видны. Как я езжу тут на лыжах. Снег тает очень активно. И главное, так... Как бы и незаметно. Вроде он есть, а на другой день смотришь, уже нет. Входим в лес. Заросли. Вот тут уже такая, типа, дорога. Просека. Кстати, уже пошел и березовый сок. А вот с завтрашнего дня начну устанавливать точки. Березовый сок уже дня, наверное, 2-3 идет. Люди уже у нас начали собирать его. Опа. В лесу тут, конечно, снег глубокий. Не проваливается. Подходим к нашему кленовому лесу. Ну да, сок есть. но что-то не везде и не слишком много. Да, я думал, будет больше. Погода-то вроде хорошая была. У меня там ведро с рюкзаком стоит. висит, точнее. Вот смотрим. Здесь у нас вообще ничего нету. Ну, по чуть-чуть буквально. Почему-то в этом направлении тут по чуть-чуть. Там вот вроде побольше есть. Сейчас мы. Так. Опа. Вот тут есть. Немного. Оп. Тихо, тихо. Спокойно. Эту, двумя руками, одной рукой неудобно, конечно. Вот так. Сейчас все сделаем как надо. Опа. Прямо-сперим, неудобно. Поехали дальше. Приходится тут пробираться по трущобам по чаще. Так. Вот тут вот тоже немножко, да, есть. Здесь тоже вот немножко. Но сейчас все это солью, чтобы удобно было. Итак, смотрим, что у нас получилось. Как говорят, в сухом остатке. У нас, наверное, в мокром остатке. В общем, получилось у нас буквально даже пол ведра не собралось, да? Ну, чуть меньше пол ведра. Вот. Почему так? Значит, погода вроде хорошая, солнечная, это способствует. По моим наблюдениям, значит, если погода пасмурная, то сок не текет. Если погода ветреная, сок тоже не текет. очень хорошо, когда был ночью морозец, а утром солнце, яркое солнце, относительно безветренная погода. Почему сегодня мало было сока? Я думаю, что на улице сохраняется ветерок такой, ну, как приличный. Вот. Особенно на открытой местности. Я думаю, именно поэтому. Вот. Это пол ведра считаю, что просто дома попить. Вот. Я собирал и больше. зараз. Поэтому, дай бог, думаю, что еще будет у меня возможность собрать побольше. Я себе лимит установил. 100 литров собрать надо. Вот. Ну, это я для продажи собираю 100 литров. Вот. Ну, а так, естественно, каждый день пьем его сейчас и там еще угощаем кого не это не собирает. вот. Ну, все. Поеду домой. Значит, а завтра приду за новым сбором налогов. Всего доброго и до новых встреч в новом видео. Продолжение следует... Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Продолжение следует...